Мы вернемся к теме материнства, вот в каком разрезе, если можно так сказать. Информация вот какая для вас. Задумайтесь, в результате ЭКО, так называемого экстракорпорального оплодотворения, в России рождается около 0,5% всех детей. Вот полпроцента детей, рожденных за год в России, это дети, зачатые с помощью ЭКО. Метод этот учеными считается достаточно молодым, но уже очень результативным и все больше набирающим результативность. Но мифов и домыслов, касающихся этого метода появления детей, огромное количество, стереотипов самых разных. Вместе с нашей гостьей, акушером-гинекологом Ириной Бойко, мы попытаемся развеять вот эти самые опасения и женщин, и даже мужчин, и тех, кто не имеет никакого к этому отношения, но имеет мнение на этот счет. Давайте пообщаемся. Доброе утро. Доброе утро. И, соответственно, я буду задавать большинство вопросов, потому как человек, я абсолютно не сведущий, что называется, по мать-части. Давайте. Объясните, вот вкратце, в трех предложениях, как выглядит ЭКО, что это такое? ЭКО – это метод искусственного оплодотворения. Суть его заключается в том, что оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит вне женского организма. То есть, получается яйцеклетка женщины, сперматозоид мужчины, происходит оплодотворение, культивируется в специальных лабораторных условиях эмбрион, и он уже переносится в организм женщины, жизнеспособный эмбрион. Ну и дальше уже вынашивается беременность, как обычно. Как обычно. Соответственно, этот метод, его назначают, да, в случае перечня каких-то диагнозов? В случае практически любых бесплодия. В случае бесплодия, да. Скажите, пожалуйста, насколько этот метод эффективен? Ну есть же какой-то процент, да, все равно. Этот метод достаточно эффективен. По мировым данным его эффективность составляет от 30 до 40%. Наши данные тоже не отстают. В нашем городе результат от 30 до 35%. Это очень хороший показатель, потому что в природе, в естественном цикле, у совершенно здоровой пары беременность может наступить в каждом цикле не чаще, не более чем в 20-25% случаев. Ну а тут уже получается даже выше. А здесь такое, можно сказать, и подконтрольное, и постоянно повышающееся за счет технологий развивающихся этот самый процент. Вот и давайте поговорим об этих детях и вообще о тех стереотипах, которые вокруг этого явления медицинского существуют. А их очень много, надо сказать, различного рода вот этих мнений о том, что дети... Ну, например, эти дети не могут иметь детей. Самое распространенное мнение. Это правда? Да. Это неправда. Методика уже не настолько новая. В мире уже ей 40 лет практически. В нашей стране с 1986 года, ну, конечно, это были единичные случаи, ну, а в нашем городе уже около 20 лет существует методика. И, конечно, уже в мире многие сами стали дети, рожденные помощью ЭКО родителями. И причем естественным способом. Так что это уже давным-давно провернуто. А что касается здоровья детей ЭКО? Они такие же здоровые или... Они такие же здоровые... У них такая же частота возникновения каких-то заболеваний, как и в общей популяции. То есть само ЭКО никак не влияет на здоровье детей. Это все наследственные факторы, генетика. Что касается еще одного мифа. Часто говорят, что тройняшки-двойняшки рождаются от ЭКО. Вот с этим. В предыдущие годы, конечно, когда только методика набирала свои обороты, перенос был чаще всего двух, а то и трех эмбрионов. И, конечно, частота рождения двоен была выше. Но сейчас идет тенденция к тому, чтобы перенести один эмбрион. Потому что для человеческого организма это более естественно вынашивать и рожать одного ребенка. К тому же полученные жизнеспособные эмбрионы по желанию пары можно сохранять. И в дальнейшем уже переносить, когда женщина запланирует рождение второго ребенка, либо первая попытка окажется неуспешной, без прохождения заново всей процедуры. Ну и скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы в жизни с вот этими ЭКОшными, так называемыми, ребятишками? Отличаются ли они, может быть, в поведении? Ну, как вот принято говорить, у неких особо ортодоксальных противников этого метода. Эти дети там, это против божьего промысла, у них нет души, что-то еще. На самом деле они чем-то отличаются или нет? Это такие же дети, как и все дети, они так же похожи на своих родителей, они ничем не отличаются от обычных детей. Это все дети. То есть иммунитет у них, кстати, совершенно такой же, как и у всех остальных детей? Все точно так же. То есть они ничем не отличаются? Все как в общей популяции. Мне кажется, сейчас огромное количество людей за кадром успокоилось. Мы на это надеемся. И вас от лица, в общем, всех тех работников, которые и так, наверное, достаточно часто поздравляют с Днем мамы, каждую маму в ее личный день мамы, когда она ей стала, да, поскольку и вы причастны так же. Попросим вас всех мам Краснодарского края поздравить с наступающим праздником. Хочу всех женщин, которые уже стали мамами, поздравить с этим замечательным праздником. А тех, кто только еще мечтает об этом, я хочу им пожелать скорейшего осуществления их мечт. Потому что это так замечательно, это чувство материнства, и это, наверное, самое главное предназначение женщины на Земле – стать матерью. Спасибо вам большое. У нас в гостях Ирина Бойко, врач, акушер, гинеколог. Сегодня в День матери говорим обо всем, что связано с материнством.